МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Культура. Время новостей. С вами Татьяна Цепляева. И вот коротко некоторые темы выпуска. Сегодня мы так глубоко понимаем живую жизнь, что мы можем начать воспроизводить систему живой природы. Во главе прогресса Курчатовскому институту 75 лет. Находятся фантастически интересные проекты, новые имена и новые подходы. Способность удивлять 8 новых выставок на фото-биенале 2018. Человек находится на грани вообще нервного срыва. Комедия «Дель арте» по Тургеневу в Театре нации «Му-му» Дмитрия Крымова. Пасхальный поезд Валерия Гергиева продолжает свой путь. Концерт в Волгограде – это часть симфонической программы фестиваля, которая проходит при поддержке Банка ВТБ. С ежедневным отчетом Анна Галинская. День третий. Волгоград тоже один из постоянных пунктов. Ведь фестиваль связывает два праздника – Пасху и День Победы. И как тут пройти мимо города-героя, где пасхальным концертом можно почтить память участников Великой Отечественной. Оркестр Мариинского театра и маэстро Валерия Гергиева ждут в каждом городе. Но Волгоград для него место особенное. Гергиев – сын фронтовика. Между прибытием поезда и концертом всего два часа. Но этого хватает для того, чтобы доехать до филармонии, сфотографироваться оркестрантом, порепетировать и дать интервью. Мы играли разные программы здесь. Для коллектива Мариинского театра – это прежде всего посещение Мамаева Кургана. Очень памятное. Мы провели там часов пять, может быть, я помню. Было это пять лет назад. Кажется, для оркестра Мариинки и его худрука времени просто не существует, как и невыполнимых задач. Валерий Гергиев помнит концерты в каждом городе. Оттого программа не повторяется никогда. На этот раз в Волгограде звучала прелюдия к послеполуденному отдыху фавна Клода Дебюси и Вторая симфония Чайковского. Её и в столице редко исполняют. От пасхального фестиваля всегда ждут чего-то нового, масштабного. И ожидания всегда оправдываются. Поглубились в музыку, погрузились в неё. Вот иду. Обязательно ещё раз пойдём. Мы очень горды, что попали сюда. Очень. Я видела много всяких дирижёров. Но чтобы чувствовать каждую струну своего оркестра, каждую клавишу кларны, это такой восторг. Домой для оркестрантов это теперь поезд. Они возвращаются с чувством выполненного долга. Почти каждый день заканчивается одинаково. Дорога, стук колёс, обсуждение концерта. Анна Галинская, Александр Шаповал, Дмитрий Тихонов. Новости культуры. Волгоград. Сегодня во всём мире отмечают День космонавтики. 12 апреля 1961 года началась новая эра. Эра покорения космического пространства. 108 минут, которые Юрий Гагарин провёл в космосе, навсегда изменили ход истории. Нашей стране принадлежит ряд космических рекордов. Самый длительный полёт и суммарная продолжительность пребывания человека на орбите. И, конечно же, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос. Гагарин, Титов, Терешкова, Леонов, Гречка. Их имена навсегда вписаны в историю освоения околоземного пространства. А впереди не менее амбициозные задачи. Запуск лунной программы, поиски пригодных для жизни планет и освоение Марса. 75 лет назад, в разгар Великой Отечественной войны, в СССР было подписано секретное постановление о создании лаборатории номер два. Сегодня это всемирно известный Курчатовский институт. О дне настоящем и о планах на будущее Национального исследовательского центра. В репортаже Антона Николаева. История Национального исследовательского центра Курчатовский институт 75 лет назад начиналась вот в этом неприметном здании. Это и есть лаборатория номер два. Часы остановлены в день исторического события, когда под управлением Игоря Курчатова на реакторе F1 была осуществлена управляемая цепная реакция деления ядра урана, что открыло дорогу к созданию Советским Союзом ядерного оружия. Сегодня под одной крышей в Курчатовском институте работают не только физики-ядерщики, но и биологи, IT-специалисты, инженеры. А задачи, которые они решают, как ни парадоксально, в чём-то прямо противоположны тем, что решал Курчатов. Мы, создавая вот эту цивилизацию сегодня уникальную, мы пошли каким-то неправильным путём, потому что нам нужна энергия больше, 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 а это несопоставимо с тем, что есть природ. Но сегодня мы так глубоко понимаем живую жизнь, что мы можем начать воспроизводить систему живой природы. Подразделение Курчатовского института под названием «Белковая фабрика». Здесь занимаются структурной биологией. Результаты исследований, с одной стороны, можно будет использовать для создания индивидуальных лекарственных препаратов. Это как костюм, пошитый для вас лично. С другой, последствия вмешательства в живую природу непредсказуемы. В ряде случаев многие биологические открытия могут быть ничуть не менее, то и более опасны, чем атомная бомба. Поскольку это, по сути, воздействие на биологические объекты и на живые объекты, на человека в частности. Ещё одно направление — когнитивное исследование. Это трансгенная мышь, у которой часть черепа заменена на прозрачное стекло. Через мультифотонный микроскоп учёные смотрят, как функционирует мозг грызуна, который флуоресцирует благодаря внедрённому гену медузы. Мышь что-то обследует, обращает внимание на какие-то стимулы в данном случае. Это незнакомые или, наоборот, знакомые объекты. И в сопоставлении с этим мы видим активность нейронов. У эксперимента две цели — научиться бороться с нарушениями памяти у людей и разработкой искусственного интеллекта. Кстати, такие исследования в Курчатовском уже ведутся. Созданы роботы, которые как животные выбирают себе лидера. А в Госдуме уже заявили о разработке законопроекта взаимоотношения людей и роботов. И даже о наделении последних правами юрлица. Если машина без пилота куда-то въехала или кого-то задаёт, кто виноват? И это есть вопрос, который, например, если не будет решён, то эти машины без пилота не могут появиться. Вот дрон сейчас развалился и упал на голову кому-то. Кто виноват? Поэтому это отдельное дело. Это сложнейшее. Мы входим в новую эру. В лаборатории робототехники Курчатовского института машины учат выполнять задания людей. Пока. Куда может шагнуть прогресс завтра, учёные сказать не берутся. В будущем может быть создан такой робот, который будет обучаться самостоятельно. Задание людей ему может и не понадобиться. Антон Николаев, Максим Фоменко, Александр Капустянский. Новости культуры. К 75-летию Курчатовского института смотрите на нашем канале сегодня в 12.15 документальный фильм «Город номер 2». Поэтика реальности в невесомости Архаика. Фотобиенали 2018 представляет в Манеже сразу 8 выставок российских и зарубежных авторов. О самых интересных расскажет Станислав Даре. Многообразие фотография. Так довольно общо звучит тема очередной фотобиенали. В Манеже представлено 8 проектов. Три итальянских, три российских, американский и канадский. Как и в предыдущие 20 лет, кураторы делают ставку на стилистически полярные проекты, ориентированные скорее на широкую публику. Мы показали более 1500 проектов. По сути дела мы показали всех звезд в истории фотографии. И большинство звезд, которых мы знаем сегодня, открыли огромное количество и российских, и зарубежных новых имен. И каждый раз кажется, что мы уже ничего не найдем. А оказывается, находятся фантастически интересные проекты. За эстетику и Дольче Вито на выставке отвечают итальянцы. На эту фотосессию Джонни Манкаде вдохновил первый полет человека в космос. Над образами футуристических богинь работал 9 лет. На фотографиях Пьера Марсили Либелли. Режиссер Микеланджело Антониони, герой частый. Он его кумир. Фотографом Либелли решил стать после его фильма фотоувеличением. А Джанни Беренго Гардин на своих снимках признается в любви родной Венеции. Этот снимок сделан на вапоретто, теплоходе, который является главным видом общественного транспорта в Венеции. Это одна из самых знаменитых работ мастера, в которой ему удалось добиться фантастической многослойности и глубины. Валерий Нистратов представил на фото-биенале проект Архаика, в котором он фиксирует новый всплеск интереса россиян к мифологиям. За два года путешествий по России он сумел обнаружить места, где как будто бы обитают разные сказочные персонажи. А фотограф Дмитрий Лукьянов после серии снимков разрушающихся дворцов культуры переключился на советский санаторий. Во время работы впал в ностальгию. Как раз в детстве много ездил по санаториям. Болезненный был ребенок. И я постоянно как раз все, я помню этот запах, помню все эти процедуры. И сейчас мне было забавно все это пережить заново. Мы такую важную работу сделали, мы сделали большое исследование и запечатлили это вот еще в том состоянии, в котором оно все работает. Потому что это все меньше и меньше. То есть тут даже видно, вот в основном заменяются на более современные процедуры и все переходит больше в разряд СПА. Одна из самых тревожных выставок «Тысяча солнца». Она основана на американских снимках ядерных испытаний, которые проводились с 1945 по 1962 год. К слову, подобные взрывы человечество вряд ли когда увидит. Под открытым небом их больше не проводят. Сегодня испытания моделируются в компьютерах. Станислав Дуре, Игорь Грыбачев, Новости культура. Премьера в Театре нации. Новый эксперимент Дмитрия Крымова по переводу классических текстов на театральный язык. На этот раз режиссер увидел комедию «Масок» в Тургеневской «Му-му». Яна Мирой продолжит. Это тайный разговор, это похит. Без звука, без звука. Дмитрий Крымов и Алексей Вертков встретить камеру не ожидали. За несколько минут до показа вышли на тайный разговор. Вместе они работают впервые. Крымов искал артиста, который расскажет про облака без романтики. Не так, как «Айвазовский» пишет море, а так, как о воде говорит сантехник. Цвет небосклона легкий, бледно-деловый, не изменяется во везде кругом одинаковых. Нигде не темнеет, не густеет гроза. Разве кое-где сверху вниз протянутся голубоватые полосы, то сеется едва заметный дождь. Тех, кто любит Тургенева, но не знаком с эстетикой Крымова, режиссер предупреждает. Смотреть этот спектакль опасно. Свой метод он называет «переворот сознания». Вот, например, монолог Марии Смольниковой. В афише ее персонаж называется «Муму». Слушай, Леша, вот этот осик, он будет до конца спектакля висеть? Можно я его смотать? Спасибо. Ну ладно, я тогда беру его просто смотать. Хорошо? Евгений Миронов, когда он посмотрел, он сформулировал, что это и есть природа, на самом деле, про которую рассказывает Леша, то есть Тургенев. То есть вот эта маленькая девочка, она есть это необузданное, непонятное естество, которое надо беречь и учиться у него. Герасим тоже есть. За весь спектакль, не нарушая ожиданий, он не произнесет ни слова. Шрам на лице, механическая рука. Сидит в углу и занят своим делом. Дело – вся его жизнь. И в хорошем, и в плохом смысле. Дмитрий Крымов говорит, для него этот спектакль начался с вопроса, так почему Герасим утопил собаку? Бараня сказала, простите, пожалуйста, она была вежливая. Я плохо сплю, можно, чтобы собака не лаяла? А он пошел, утопил и ушел куда-то. То есть это человек находится на грани вообще нервного срыва. Абсолютно на грани нервного срыва. Это такой русский тип, который вот тронешь, скажите, пожалуйста, который час? И тут что-то какая-то революция произойдет. Потому что все накопилось до такой степени в людях, что ну как на улицу. А вы выйдете на улицу, спросите, который час, кстати. Вы все увидите сами. Жанр, который вынесен на афишу – комедия дель арте. В героях тургеневской прозы режиссер разглядел классические маски. Охотник для него – белый клоун, который с собаками ходит по деревням, лесам. Все, кого встречает, тоже клоуны, которых объединяет одно качество. Все они какие-то брошенные. Дмитрий Крымов считает, чтобы смотреть спектакль, нужно сначала что-то знать. Чтобы разгадать его метафоры, необходим культурный слой. Режиссер говорит, только тот, кто внимательно прочел Тургенева, сможет понять, почему его спектакль называется «Муму». Яна Миро и Андрей Тарасенко в «Новости культуры». Обновленный космос, футбольный блокбастер и восстановленная опера. Все это уже сегодня. На ВДНХ после реконструкции откроется исторический павильон «Космос», на базе которого создан крупнейший музейно-выставочный центр космонавтика и авиации. На площади более 15 тысяч квадратных метров можно будет увидеть уникальные образцы летательной и космической техники. В столичном киноцентре «Октябрь» состоится премьера фильма «Тренер». Это режиссерский дебют актера и посла Чемпионата мира по футболу 2018 Данилы Козловского. Футбольный блокбастер, по словам режиссера, удивит зрителей захватывающей историей, размахом и актерским составом. В Большом зале консерватории прозвучит опера Чайковского «Ундина» в концертном исполнении. Ее представит симфонический оркестр оперного театра Московской консерватории под управлением Владимира Федосеева. «Ундина» была восстановлена по инициативе «Маэстро» в 2015 году. Этот выпуск подошел к концу. Мы желаем вам доброго дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok